Сначала разберемся с тем, с чем в прошлый раз мы успели разобраться на семинаре в конце. Ну и небольшой рекап сделаем предыдущего семинара. А потом поговорим про новый материал. Так вот, значит, краткое напоминание для тех, кто не был, кто забыл, кто еще что-нибудь, что мы в прошлый раз обсуждали. Мы обсуждали новый фреймворк, библиотеку, называется PyTorch. Это, в принципе, довольно обширный инструмент, основной смысл которого в том, что он умеет поддерживать дифференцируемые тензорные операции в отличие от NumPy. То есть в целом, в первом приближении довольно похожий интерфейс работы с многомерными массивами, но то, что в NumPy было NPRM, в PyTorch называются тензорами, ну и с ними можно делать разные штуки, аэропортические операции, можно их индексировать, менять их размеры, в общем, более-менее все то же самое, что было в NumPy. Это мы посмотрели различные примеры того, что можно делать. Ну и можно делать, понятно, всякие разные матрично-векторные операции, типа матричных перемножений, не знаю, раздувания шейпов, в том, чтобы как нужно, значит, перее, как сказать, решепить, короче, ваши тензоры и в зависимости от ваших нужд с ними как-то поступать. Вот, что мы еще посмотрели, мы взяли, значит, бостонский дейтасет. Это дейтасет, с которым мы работали, когда изучали всякие цены квартир и смотрели, наверное, всякие бейслайновые модельки в предыдущем курсе. Вот в этом курсе предлагается, значит, именно в этой части семинара взять ровно один признак у этого дейтасета, который как-то связан с левопеременной, он связан, мы видим, нелинейно, да, то есть просто строим график, смотрим, но видно, что есть некоторая зависимость. Ну давайте попробуем с помощью PyTorch обучить модель линейной регрессии, и посмотреть, типа, как у нас получится решать такую задачу. Мы это посмотрели, инициализировали для этого два веса, значит, вес, отвечающий за сам признак, и свободный коэффициент, отвечающий за смещение. Реализовали, значит, функцию потерь, да, сказали, как у нас по полученному предсказанию модели должна считаться функция потерь, ну и сказали, значит, что у PyTorch есть вот такая вот волшебная, скажем, кнопка, такой метод, который можно вызвать у тензора, который состоит из одного элемента, например, для того, чтобы все операции, которые были совершены для того, чтобы посчитать значение вот этой вот переменной, для того, чтобы вот как бы по ним, по всем составился некоторый граф почислений, да, то есть, как бы, какие переменные участвовали с какими для получения каких-то продолжительных результатов. И по всем ним посчиталась обратно производная всех тех операций, которые мы использовали. В данном случае это операция умножения вот одного из коэффициентов, которые мы обучаем на нашу выборку, и свободного коэффициента, ну и усреднение вот здесь все было. То есть, у этого всего можно взять производную, посчитать, и в полях точка град у наших обучаемых переменных W и B появится значение градиентов целевой функции потерь по этим переменам. Тем самым, раз уж мы по каким-то переменным, которые как-то участвовали в вычислении нашего лосса, смогли посчитать градиент, мы, значит, можем их теперь обновить, да, то есть, мы знаем, в какую сторону нужно обновить эти переменные и на сколько, для того, чтобы функцию потерь уменьшить. Это как бы литер или есть подход к градиенту спуска, или там стахастического градиенту спуска, в зависимости от того, по скольке объекта мы это совершаем. Ну и все, мы можем так сделать. Значит, для того, чтобы целиком запрогать градиентный спуск, нужно, понятно, сделать такую операцию не один раз, то есть, не один раз, почитая градиенты, и обновить наши веса, нужно это сделать некоторое количество раз. То есть, как в предыдущем курсе, мы обсуждали, что градиентный спуск – это итеративная процедура, в которой мы совершаем некоторое количество шагов, которые мы заранее говорим, там, определенные, да, ну, в зависимости от критерия основы, которые мы используем. То есть, либо мы останавливаемся на каком-то количестве шагов, либо мы говорим, что функция потери должна перестать меняться на сколько-то, либо мы говорим, что модуль нашего градиента должен быть меньше, чем сколько-то, неважно, есть разные подходы для основы градиентного спуска. Ну, вот один из них – это просто ограничить число итераций градиентного спуска. Ну, вот здесь был пример с кодом, как, собственно, для вот таких наших данных, да, у которых только один признак и целевая переменная тоже одномерная, для задачи регрессии сделать градиентный спуск при помощи PayTorch. По сути, руками, грубо говоря. Кроме того, что сами производные мы не считаем, да, то есть все, где считаются производные, от нас скрыто. То есть, грубо говоря, если в предыдущем курсе мы, не знаю, мы вызывали метод .fit от обучающей выборки и целевых переменных на обучающей выборке. И все вот это вот обучение было от нас скрыто, да. То, как получаются ответы, то, как получаются значения целевой переменной, как получаются производные, как обновляются веса модели. Это все было автоматизировано и скрыто от нас в методе .fit. Теперь, грубо говоря, в PayTorch, вот в этом вот искусственном примере, игрушечном таком, мы чуть-чуть глубже как будто бы заходим в метод .fit. То есть мы смотрим, что именно там нужно сделать, ну и сами, по сути, это делаем. Делаем все, кроме самого сложного этапа, кроме взятия всех производных, да. Это делается автоматически. Так, ну все, давайте, я тут слишком сильно не буду останавливаться, перейду уже ближе к концу семинара. Значит, о чем еще важно, мы поговорили. И что еще будет в курсе у нас неоднократно возникать буквально на каждом семинаре, с чем стоит как-то чуть ближе познакомиться. И точно знать, что нужно делать. Значит, для того, чтобы обучить нейронную сеть, нам нужно сделать несколько шагов. Нам, во-первых, хочется придумать некоторую архитектуру нейронной сети. Она может состоять из разных слоев. Вот на первой и на второй лекции вы уже, наверное, обсуждали полносвязные слои, обсуждали сверточные слои, по идее, на прошлой лекции. Будем там еще какие-то разбирать, чуть более сложные. Но не суть как бы сеть, это набор некоторых слоев, некоторых операторов, некоторых узлов, графов, отчислений, которые мы придумываем согласно некоторой, не знаю, может быть, интуиции или некоторому математическому обоснованию, в зависимости от ситуации. И хотим вот такую вот коробку, составленную из таких винтиков, уметь автоматически настраивать. Значит, настройка происходит при помощи, опять же, градиентных методов, при помощи градиентного спуска. Это обычно не просто ванильный градиентный спуск, а чуть более сложные методы оптимизации, типа там Адама или еще чего-нибудь. Либо вы уже говорили на лекциях, либо чуть позже будет об этом еще какие-то ремарки. Но не суть. Короче говоря, чтобы решить задачу, нам нужна что? Нам нужна архитектура, то, чем будем решать. И нам нужны данные. Данные нужны нам в виде некоторого дейтасета. И что мы от этого дейтасета хотим? Вот в предыдущем курсе мы работали просто с табличкой. У нас была табличка из чисел, и мы говорили, что вот исходно к нам могут прийти данные, не знаю, категориальные, могут прийти числовые, таблицы бывают с пропусками и так далее. Нам нужно обо всем этом позаботиться, чтобы в итоге сформировать суперправильную таблицу, без пропусков, с администрированными данными, чтобы все данные были числовые обязательно, поэтому мы проходили кодирование признаков и все такое. То есть была как бы целая серия того, что мы должны подготовить, чтобы вот эта вот табличка получилась в правильной форме. Значит, в этом курсе мы с табличкой работать перестаем. Мы уже будем работать с какими-то другими объектами, например, с набором изображений или с набором текстов, или с набором, не знаю, аудиосигналов, или еще с чем-нибудь. Поэтому от дейтасета нас теперь интересуют несколько другие штуки. Мы хотим, чтобы дейтасет был такой некоторой абстрактной сущностью, у которой мы на самом деле можем очень мало чего делать. То есть мы должны уметь его инициализировать, грубо говоря, сказать, где все наши данные лежат, в том числе, где они лежат. Ну, обычно для нас в жизни это будет то, что мы говорим, где они лежат на диске компьютера, грубо говоря. То есть, не знаю, будем указывать путь к папке, в которой лежат картинки на компьютере. В этом заключается инициализация нашего дейтасета. Еще у дейтасета неплохо бы знать его длину. Но это может пригодиться в том, когда мы будем, не знаю, допустим, делать интерактивные вот такие вот, как это, бары, как это по-русски называется, полосочки, да, при обучении модели, чтобы понимать, насколько, какую часть дейтасета мы уже обработали, какую часть еще не обработали. Ну и третья штука, которая нас интересует, это умение брать следующий элемент. Все, то есть если мы такие штуки умеем делать с нашей абстрактной сущностью данных, если мы умеем из них вытаскивать по номеру нужную, не знаю, картинку, да, из нужного места, то, по идее, это все, что нам нужно. Ну вот PyTorch предоставляет нам способ с этим взаимодействовать. Есть класс TorchUtilsDataSet, от которого можно наследовать наши классы дейтасета в зависимости от задачи, которую мы решаем. Это может быть дейтасет Мнистр, да, вот картина прописанных, это может быть ImageNet, это картинки машин, котиков, собачек, еды, там, чего угодно. Ну и так далее. Все, снова я заболтался. Давайте про дейтасет мы уже говорили, перейдем чуть дальше. Следующая сущность, которая нам нужна в PyTorch, которую нам PyTorch предоставляет, это абстракция другого уровня, называется DataLoader. DataLoader – это такая обвязка над дейтасетом. Значит, это штука, именно класс, который принимает в себя объект класса дейтасет, то есть от наследованного, от такого класса. Именно здесь становится важно, что мы реализовали все вот эти вот три функции – Need, Len и GetItem. Еще DataLoader должен знать размер батча, который нам вернуть, то есть то, с какими подвыборками мы хотим работать. Это, по сути, такая как бы, не знаю, отдельная машинка, которая существует между нами и дейтасетом, и которая вот как раз-таки занимается тем, что правильно шаффлит весь наш дейтасет и по индексам вынимает нам нужное количество элементов, каждый раз формирует из них баки и отдает их нам. Дальше будем рассматривать в курсе еще чуть-чуть более продвинутые способы работы с дейталоудером, но именно в базовом приближении все, что нам от него нужно, это сказать ему, поскольку объектов из дейтасета нам возвращать. Все, типа супер базовое, это все, что нужно у дейталоудера. Остальные штуки будем смотреть потом. Как с ними работать? Можно говорить for batch in dataloader, то есть это такой как бы итератор, да, там сделай что-нибудь. То есть тогда каждый раз, на каждой итерации цикла, пока мы не пройдем весь дейталоудер, в каждом баче будут какие-то уникальные элементы из того дейтасета, который мы ему подали. Все. Дальше. Поговорили про часть данными, возвращаемся к части с моделями, как ее можно делать. Есть такой модуль NN Sequential. Супер такой базовый подход к тому, чтобы, скажем так, на коленке сделать какую-то довольно простую модель. Он будет непригоден, когда мы будем делать сложные модели. Вы увидите почему, потому что код будет довольно нечитаемый и будет довольно неудобно. То есть как бы сделать-то можно будет, но именно воспринимать и читать, и писать будет не совсем удобно. Это такое скорее коленочное решение для очень маленьких нейросетей. Значит, что за модуль Sequential, то есть модуль последовательный? Это модуль, в который можно засунуть несколько встроенных пайторческих модулей, ну или там своих реализованных, если хотите этим заниматься, для того, чтобы сформировать какую-то простейшую нейросеть. Что здесь предлагается сделать? Предлагается сделать линейный слой, который работает из пространства размера 5 в пространство размера 3, потом применить нелинейную функцию активации relu. Напомню, это функция, которая при значениях x меньше 0 делает их все строго нулевыми, при значениях x больше 0 делает их, оставляет их на месте. Ну и вот. И добавить еще один линейный слой, который работает из пространства размера 3 в пространстве размера 1. Все. Что дальше можно делать? Можно получать предсказание нашей модели, дав ей просто batch, то есть вызвать в скобочках у нашей модели полученный, передать ей batch объектов, получится предсказание на этих объектах. Вот. Можешь спросить? А вот по поводу пяти нейронов, которые мы на вход даем, это потому что у нас 5 признаков? Или просто мы так решили? Да, по-моему, в этом примере, вот этот Y пред, он имеет структуру того, что у нас, ой, не Y пред, пардон, иксы, которые мы передаем. Сейчас я чуть выше найду, где там оно было. BatchX. BatchX. Да, видишь, мы формировали дейтасет, у которого было 1000 объектов, ну он искусственный, да, случайный, у которого было 1000 объектов, у каждого была размерность 5. То есть размер признаков пространства было 5. Именно поэтому мы обязаны делать так, чтобы у первого этого самого, у первого слоя была размерность 5. Если сделаем иначе, то ничего не получится. Если я здесь положу 7, то у нас все сломается. То есть эта пятерка была важна. В то время как внутренняя размерность сети, да, мы могли поставить здесь там что угодно, здесь, и все бы сработало, потому что это, ну, короче, потому что ему не важно, что происходит внутри, да, как бы внутренние штуки не связаны с размерностью исходной в нашем данном. Но важно, чтобы вот здесь и здесь были обе десятки. Дальше, значит, это я рассказал про то, как делать суперколеночный вариант модели, рассказал про то, как делать данные в общем случае, то есть создавать некоторый свой дейтасет и подпихивать его стандартному дейталоадеру, чтобы он формировал нам батю. Что еще можно делать? Можно брать некоторые стандартные наборы дейтасетов, точно так же, как было в Сайкет Лерне, да, там были всякие бостонские дейтасеты, было про цветы, я забыл, как это называлось, там, где была классификация на четыре вида цветков, ну, в общем, всякие разные, там были стандартные дейтасеты, дейтасеты, в торче тоже они есть, вот, допустим, есть библиотека, она уже как бы отпучковалась немножечко от торча в сторону, называется TorchVision, она чуть больше специализируется именно на задачах компьютерного зрения, то есть те, которые с обработкой изображений, ну, вот, там есть дейтасет Мнист, мы на него уже с вами смотрели, давайте это все пролистаю, 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 делаем сеточку, кратко напомню, да, что поскольку картинки, которые мы получаем из батча, являются черно-белыми, то есть они имеют только один цвет, один цветовой канал, канал яркости, по сути, они являются размером 28 на 28, то для того, чтобы обработать такие картинки при помощи только лишь полно связанных слоев, пока еще в этом семинаре не говорим, да, про сверточные сети, нам нужно сделать так, чтобы первый слой работал, как бы, из пространства размера 28 умножить на 28, в некоторое, там, новое внутреннее представление, в принципе, неважно, какой здесь будет размер, 128, там, не знаю, 64, или 111, я не знаю, что угодно может быть, более-менее, это более-менее случайно выбранные параметры, но 10 и 28 умножить на 28, они не случайны, да, то есть, первое, потому что картинки, повторюсь, размера 28 на 28, и мы их сначала флэтелим, то есть, мы их вытягиваем в длину, а последнее, потому что мы хотим устроить классификацию на 10 классов, поэтому каждой картинке мы хотим в итоге выдать вектор, размера 10, чтобы в каждой его координате была вероятность принадлежности к какому-то из классов цифры, вот, именно поэтому здесь не случайно 10, здесь не случайно 28 на 28. Вот, кажется, мы с вами приближаемся к тому, что мы в прошлый раз обсудить не успели, если я правильно помню, да, мы это еще обсудить не успели, значит, что можно посмотреть для нашей модели, для полученной модели, которая вот здесь вот инициализирована из разу 3, 4, 5 слоев, да, можно посмотреть на то, какие у нее есть параметры. Как это можно сделать? Вот здесь, собственно, написано, да, у любой модели, которая была так или иначе отнаследована или является классом NN, то есть как бы отнаследована от класса NN-Module, у нее можно взять список именованных параметров, чтобы посмотреть, собственно, что у них там хранится. Давайте посмотрим, что она возвращается, сейчас я тут раздую все это. Ну вот, можно увидеть, да, что есть некоторый первый слой у нашей модели, у него есть, у первого слоя есть атрибут weight, то есть его вес, ну и вот можно увидеть, что там параметры, содержащие некоторый тензор. Пока что, поскольку мы модель еще не обучили, да, то есть мы еще не дали ей манист, не провели процедуру обучения, пока что у этой модели набор параметров случайный. Это как бы некоторая инициализация, скорее всего, с случайным шумом, с центром в нуле, там какой-то дисперсией единичком, типа такого. Ну и вот есть параметр смещения еще у первого слоя, поскольку он линейный у нас, да, то у него по умолчанию есть и вес этого слоя и смещение. Только бы свободный коэффициент, который не умножается на признаки, а просто прибавляется к тому, что получается. Примерно так же, как было в линейной регрессии. Дальше. Есть третий слой, допустим, ну вот у него там тоже есть какие-то параметры, параметр веса, параметр смещения. Значит, вопрос, почему мы получили так мало всяких разных весов, да, то есть мы видим здесь, что есть только некоторый первый слой с двумя параметрами, ну, с двумя тенсорами параметров. Есть некоторый третий слой с двумя тенсорами параметров, скажем, weight и bias, и там, и там. Ну, потому что все остальные слои, все остальные три штуки, которые у нас есть, они все не параметризованы, то есть параметризованы у нас только линейные слои, которые вот на месте, которые на месте под первым индексом и третьим, а то, что на нулевом, втором и четвертом местах, оно не параметризовано ничем, вот, поэтому оно не отображается в named parameters, ну, собственно, вот это. Мы уже близки, нам осталось две ячейки до конца, и мы перейдем к следующей теме. Значит, с нейронными сетями еще есть последняя штука идейная, которую хочется упомянуть, то есть я уже рассказал про архитектуру модели, мы ее сделали пока что в виде NN Sequential, рассказал про данные, в которых есть сущность дейтасета и дейталоудера, обсудили вроде более-менее PyTorch, который библиотека для работы с тензорами, есть еще один шаг, который нас обычно интересует для того, чтобы взаимодействовать с моделью. Поскольку модели в мире нейросетей обычно обучаются долго, то хочется как-то на протяжении обучения этой модели уметь смотреть на то, у нас вообще метрики качества улучшаются или не улучшаются, у нас вообще функция потерь уменьшается или не уменьшается, да, то есть, на основании таких наблюдений мы можем узнать, есть ли у нас баг в коде или лучше ли у нас сейчас проходит обучение, чем в предыдущий раз. Для этого можно пользоваться разными способами, то есть, самый простой способ это на протяжении обучения просто, допустим, принтами, не знаю, раз в 10 бачей печатать все наши метрики и смотреть глазами. Вполне рабочее решение, но оно довольно неудобное. Оно, во-первых, остается в Jupyter ноутбуке, что неудобно для того, чтобы, не знаю, показать это кому-нибудь другому, просто по ссылочке, так вот не получится, придется вскринить, придется смотреть на кучу-кучу чисел. Не круто. Что можно еще делать? Можно чуть-чуть сделать эту картинку более красивой и вообще перевести в мир картинок, скажем так. Мы можем делать динамический график в Matplotlib, в который будут у нас помещаться все больше и больше набранных значений метрик. То есть, допустим, на 10 шаге обучения, на 20, на 30 и так далее. Будем строить график функция потерь в зависимости от числа шагов, которые мы обучали модель. Ну и будем получать опять же в тетрадке у нас некоторую интерактивную штуку, которая по ходу обучения будет меняться, график будет достраиваться, будем смотреть, у нас лос падает или лос уменьшается, лос падает или лос растет. Так делать можно. В принципе, более-менее неплохое решение уже, но можно сделать еще лучше. Значит, есть специальные инструменты, для трекинга метрик. Есть несколько таких библиотек, одна из самых популярных называется Weights and Biases. В ней можно трекать как бы что угодно. То есть, любая какая-то продолжительная процедура, которая у вас длится, и если у вас на каждой трассе есть значение метрик, которые вы хотите узнавать, это можно отправлять в Weights and Biases и, собственно говоря, там будут рисоваться какие-то красивые картинки интерактивные. Как этим пользоваться? Значит, можно поставить пипом себе эту библиотеку, называется Weights and Biases, сокращается до WN2B и залогиниться в нее. Значит, видно, что я залогинил это в свой аккаунт. Как это именно сделать, можете прочитать на сайте Weights and Biases, называется 1db.ai Там в настройках просто есть ваш специальный ключ, который используется в вашей тетрадке для того, чтобы они понимали, что сайт и ваша тетрадка принадлежат одному и тому же человеку. Ну вот, значит, можно просто вызвать кнопку логин, металлогин, я все называю кнопкой почему-то для простоты, для того, чтобы залогиниться именно в свой аккаунт. Что дальше можно сделать? Можно инициализировать проект, это такая абстракция, которая будет соответствовать нашему проекту. Если вы будете делать курсовую работу, которая чем-то связана единым, то можно сделать себе один-одинный проект, в котором будут разные запуски ваших моделей. То есть, это такая, грубо говоря, виртуальная папка в Ways & Biases, внутри которой будут разные запуски, а запуск уже будет содержать в себе набор графиков, которые относятся к вашему обучению. Дальше можно передать нашу модель Ways & Biases, сказать, что, пожалуйста, смотри за моей моделью, если мы хотим какие-то более подробные штуки про модель узнавать. Например, чтобы веса нашей модели тоже залогинились в Ways & Biases, например, для того, чтобы трекать норму весов, градиенты или еще что-нибудь. Не суть. В принципе, эта часть уже необязательная, она для того, чтобы смотреть сами метрики, особо не нужна. Ну и давайте мы, наконец, запустим обучение модели и посмотрим, как все это работает. Значит, вот видно, что здесь есть некоторый код. Что он делает? Он берет архитектуру нейросети, которая была определена вот здесь для дейтасета Мнист. Он берет дейтасет Мнист, который был завернут в дейталоадер вот здесь. В принципе, тут уже новых именно сущностей нету, поэтому, если хочется с кодом подробнее разобраться, то можете сами почитать. И обучает вот эту нейросеть, про которую я сказал, на дейтасет Мнист. У нас все сломалось. Почему у нас все сломалось? Потому что где-то сломались перемножения матриц. Я, видимо, где-то сломал какие-то веса. А, потому что я модель не передал. пересоздал модель. Заработал. Да, все заработало. Видно, что у нас, короче, пошло обучение. Давайте чуть подробнее посмотрим на код, который здесь происходит. Значит, здесь говорится, что хочется сделать 11 эпох по нашим данным. Что из себя представляет каждая эпоха? Вот этот вот код это по сути как бы что-то, что мы называем одной эпохой. Говорится, значит, для тренировочных, для тренировочной пары иксы и икрики из нашего дейта-лоудера сделай следующее. Получи предсказание модели по иксам. То есть, у нас есть истинный ответ, это они называются y-train в конкретном батче. То есть, вот пара x-train y-train это один батч. Говорится, возьми иксы из батча, построи по ним предсказание, получи y-pred. Дальше, посчитай функцию потерь, которая будет кросс-энтропии, которая была импортнута из библиотеки в пайторч. Посчитай функцию потерь между предсказанными лейблами y-pred и между истинными лейблами y-train. Дальше, посчитай градиенты по всем параметрам, которые были, которые участвовали в подсчете y-pred. То есть, у нас уже более сложная получается конструкция, вот эта вот модель, она имеет в себе не одну матрицу параметров или не одно число параметров, как это было в примере с нанимной регрессией, а уже это какой-то большой набор параметров, тензор параметров. Говорится, посчитай, пожалуйста, нам градиенты и соверши шаг по нашим весам. Я вот забыл рассказать про оптимайзер, я где-то пролистал его. Да, в строчке с моделью была такая штучка еще называется оптимайзер. Значит, это то, каким, собственно говоря, способом, каким именно градиентным спуском мы будем решать нашу задачу. Опять же, в PyTorch все эти оптимизаторы есть. Самый базовый вариант это стратегический градиентный спуск, который мы изучали еще в предыдущем курсе. Работа с оптимизатором очень простая. Мы передаем ему параметры все наши модели и говорим, какой learning rate нам нужен. Все. Обычно, чем более сложный бывает оптимизатор, тем больше у него параметров, именно параметров инициализации имеется в виду, инициализации класса нашего оптимизатора. Если у нас будет тактический градиентный спуск с Momentum, то будет еще один коэффициент, если будет Adam, будет еще один коэффициент, и так далее. Не суть. В общем, довольно простая штука. Из PyTorch можно импортнуть большинство оптимизаторов, которые вы знаете, SGD, Momentum SGD, Adam B, не знаю, что-нибудь еще, что вам захочется инициализировать его, передав параметры модели, и тогда в цикле обучения мы можем делать следующую штуку. Мы можем говорить просто Optimizer Step. Что он делает? Он берет нашу модель, смотрит на все тензоры весов, которые в ней есть, смотрит для каждого тензора на поле точка град и вычитает из весов поле точка град. То есть то, что мы делали руками выше, когда обучали пример соединения регрессии только, он делает это самостоятельно. Ну и последнее, что нужно сделать, это обнулить все градиенты на полученных весах, чтобы у нас новые посчитанные градиенты не добавлялись в поле точка град у нашей модели, а считались каждый раз заново. Ну и все, дальше вот здесь происходит некоторая уже валидация, говорится, что давайте мы раз в две эпохи будем проводить еще и валидацию. То есть у нас будет еще валидационный бейплоудер, он там чуть выше был определен, по которому будем делать то же самое. Будем строить предсказания, будем считать функцию потерь, ну и будем ввести лог некоторого массива, в котором у нас будет содержаться валидационный лосс, то есть лосс под тестовый выбор, грубо говоря. Что хочется потом как бы смотреть, да, как я уже говорил, вот я говорил про некоторые OneDB, которые вот у нас здесь участвуют, хочется на протяжении всего обучения смотреть то, какие мы получаем метрики. Значит, здесь это делается в каждые две эпохи, мы логируем полученные метрики в OneDB. Делается следующим образом, мы вызываем метод .log и мы передаем словарь того, что мы хотим залогировать. Значит, ключом является то, что мы хотим, чтобы отображалось на графике некоторой метрики, вот допустим, в данном случае это будет minval loss и minval accuracy. А в значении будет, собственно, значение, которое нужно залогировать и добавить к некоторому графику того, что получается. Давайте, чтобы я не был голословным, посмотрим все-таки на те картинки, которые у нас залогировались в Bates and Biases, значит, как понять, куда они логируются. Вот при инициализации OneDB он нам все рассказал, на самом деле, что нам нужно. Значит, он говорит, что на моем компьютере он записал логи в некоторую папочку, в некоторый файл, для того, чтобы они хранились просто у меня, и этот файл он автоматически подгружает на сервер вот по такому адресу. То есть OneDB.ai, там мой профиль, название проекта, который я сделал, вот он, PyTorch Demo у меня называется, и здесь он такой же. Дальше, значит, runs, то есть, как бы, запуски экспериментов, да, ну и генерировать некоторое случайное имя для запуска. Давайте сюда тыкнем и посмотрим, что получается. Я сказал, что получается. где у нас запуски-то. А, я понял, что это был за запуск. Это, видимо, был тот, который поломан и мы сделали, в котором ничего не случилось. Да. Значит, вот я зашел в свой профиль на OneDB, посмотрел в рамках проекта запуск, который у меня есть, да, можно проверить по адресу, что там, это вот мой аккаунт, проект PyTorch Demo, который я инициализировал из Jupyter Notebook запуск, ну там вот какой-то запуск. Что мы видим? Ну, вот, собственно, здесь построились все графики того, что мы логировали из Jupyter Notebook, да, то есть, мы там логировали две штуки, среднюю accuracy на тестовой выборке, которую мы считали раз в две эпохи, и средний loss на тестовой выборке. Видно, что loss падает, это хорошо, видно, что accuracy растет, это опять же хорошо. Значит, надеюсь, вам видно более-менее, что вот у нас финальная accuracy выросла до 0,9741, да, то есть, больше 97% accuracy у нас получилось на распознавании цифр, на картинках при помощи только лишь полно связанных слоев. Собственно, вот более-менее и все. Скажите, есть ли у вас какие-нибудь, может, вопросы или недопонимания по поводу логирования, оптимайзера, весов модели, дейтасета, того, как все это связано? Может быть, нет конкретных вопросов, может быть, есть просто фидбэк, что ничего не понятно или еще что-нибудь. Понятно, зачем мы вообще вот здесь все логировали. Ладно, если молчание, я буду считать, что понятно, конечно. Но если вдруг что-нибудь непонятное, вы обязательно пишите в чате. Пока все понятно. Окей. Вот, я постарался суперподробно все это объяснить, максимально подробно насколько у меня получилось, потому что это очень базовые вещи, которые будут нужны нам на протяжении всего курса. То есть, мы на протяжении всего курса будем постоянно что-то логировать. Вот этот цикл обучения будем писать просто постоянно. То есть, это то, что вы напишите своими руками еще не раз. Поэтому все это желательно довольно хорошо понимать. И вот материалы первого семинара можно себе прям как такой бейзлайновую шпаргалку что-ли сохранить по тому, как всем этим пользоваться. То есть, как пользоваться дейтасетом и дейталоудером для данных, как делать класс модели, но мы это посмотрим еще чуть более в апгрейшенном виде, как делать оптимизатор, как делать логирование. Вот, наверное, у меня получилось пять основных пунктов. Они все здесь есть. И, в общем, надеюсь, что более-менее ясны. Так, теперь давайте сделаем следующее. Перейдем к следующему семинару и посмотрим уже примеры того, как работать с изображениями и с ферточными сетями. Так, у нас пара заканчивается в 10-50. Здесь сильно меньше материала, чем в прошлом семинаре, поэтому я надеюсь, что мы все быстренько успеем. Хотелось, чтобы предыдущий семинар хорошо отложился по материалу. А в этом, мне кажется, довольно просто все. Ну, посмотрим, как кажется вам. Что предлагается сделать? Предлагается, значит, вот у нас будет ноутбучик, в котором мы поработаем с некоторой картинкой и посмотрим вообще, что из себя представляет картинка, не знаю, как с ней взаимодействовать в PyTorch и так далее. Значит, что делать с картинками? Предлагается некоторую картинку скачать, грубо говоря, просто любую. И давайте мы ее откроем при помощи библиотеки, которая называется PIL. Расшифровывается Python Image Library. Значит, из нее можно импортнуть класс Image, и он умеет открывать JPEG-картинки. И давайте посмотрим, собственно говоря, на то, что он знает про нашу картинку. Он открывает нашу картинку в объекте специального класса, у которого, понятно, есть всякие разные методы для взаимодействия с ней. Я надеюсь, что вам уже более-менее привычно, что класс некоторая такая абстракция, которая некоторую информацию содержит и содержит некоторые ручки, которые мы снаружи можем крутить. Под ручками я имею в виду методы класса, под информацией, которую он содержит, я имею в виду атрибуты класса. Ну вот, значит, какие атрибуты есть вот у этого объекта Image, который получается после того, как мы Open вызываем от какой-то картинки. Ну вот, он знает про формат того, что у нас было что-то в JPEG, знает про размер картинки, знает, не знаю, мод, в котором эта картинка была закодирована. Здесь написано RGB. Вы, наверное, уже многие про это слышали, и в курсе мы про это тоже время-тремени говорили, что там, мол, самый частый способ кодировать картинки это RGB формат, когда мы для каждого пикселя кодируем его цвет, сколько там красного, сколько зеленого, сколько синего. Это не единственный способ кодировать картинки. Бывает там еще формат SMIC, бывает там еще какое-то, когда мы кодируем типа там два цвета и, по-моему, яркость еще, если правильно помню, или что-то в таком духе. В общем, формата кодирования изображений бывает много. Они применяются разные в зависимости от каких-то специфических задач, и RGB, он просто как бы самый популярный из них, и чаще все будем работать именно с ним. Но имейте в виду, что бывает не только он. Ну и вот можно эту картинку открыть, она у нас с G-Pyter в ноутбуке распечатывается, то есть для нее переопределен метод репорт, который необходим для того, чтобы вот это все изображать. Значит, для нас, для тех, кто собирается изучать глубинное обучение, картинка это не больше, чем Tensor. Значит, если картинка закодирована в формате RGB, то она на самом деле представляет из себя три матрицы. Каждая из матриц имеет высоту и ширину размера картинки. Значение в каждой из матриц это, соответственно, значение красного картинки, значение зеленого, значение синего. Ну вот, можно от нашего изображения взять MPRA и увидеть, что у нас получается. Вот нам, собственно, это и говорят, что у нас есть вдоль последней оси три матрицы, каждая из которых имеет вот такой вот размер. Теперь можем передать это PLT ImShow, потому что он умеет показывать нам MPRA. Ну вот, он покажет, что у нас действительно есть вот эта бабочка, с которой мы работаем. Что еще можно посмотреть? Значит, видно, что по последней оси у нас Dimension 3, по сути картинка это кубик в пространстве. Кубик, у которого в таком порядке осей, у него глубина 427, у него высота 640 и ширина 3. То есть, мы на него смотрим с такого сбоку немножко, именно в таком порядке осей. Ну, ничего страшного. Просто бывает еще наоборот, что число каналов стоит первым, а потом уже непосредственно высота и ширина. Мне кажется, в таком формате будет привычнее воспринимать, когда все-таки число каналов стоит первым, но это не формат по умолчанию, ничего страшного. Так вот, что можно посмотреть? Можно посмотреть на каждый из этих каналов по отдельности, то есть, можем распечатать нашу картинку в формате, что мы у каждого из слоев нашего цвета берем как бы по высоте картинки и по ширине картинки все, что есть и берем каждый конкретный слой. вот видим, что у нас получается в пространстве красного, пространстве зеленого, пространстве синего для этой бабочки. Получаются такие разные картинки. Ну, кстати, видно, что на крыльях, допустим, синего почти нету, и там в основном красно-зеленый преобладают. Ну, вот так получается. Так, давайте теперь поговорим про операцию свертки. По идее, это было уже на лекции, но мы сейчас посмотрим непосредственно на том, как это работает в PyTorch и как тут называются всякие разные аргументы, которые вам на лекции, возможно, в качестве концептов рассказывали. Здесь посмотрим, как они уже на практике называются. Значит, в PyTorch существует сверточный слой, который представлен функцией conf2d, точнее, линейным слоем conf2d. Это не совсем функция, это класс. Он содержится также в подмодуле nm, в котором содержатся всевозможные реализованные слои для нейронных сетей. У него есть ряд параметров. Мы все разбирать не будем, но посмотрим на часть из них хотя бы. Значит, первое, что у него есть, это количество входных каналов in-channels. в случае с картинкой, если мы просто к картинке, как она есть, будем применять сверточную сеть, то у нас у исходной картинки три канала всего лишь. Поэтому всегда первый слой, который мы будем писать, он будет действовать из in-channels равным трем, потому что у нас исходная картинка трехмерная. Примерно так же, как было в предыдущем ноутбуке, когда мы говорили про линейный слой, примененный к картинкам из места, значит, там у нас были картинки 28 на 28, и мы сначала вытягивали, поэтому первый слой обязан был работать с данными, у которых размерность на 28 умножить на 28, именно потому что такие картинки. Здесь то же самое, картинка трехканальная, поэтому у первого слоя будет in-channels равно 3 всегда, у всех остальных чему угодно может быть равным, в зависимости от того, что мы пишем. Значит, дальше, количество out-channels, как раз то, сколько мы хотим, чтобы было каналов у некоторого промежуточного представления нашего изображения в нашей нейронной сети. Как я уже сказал, про картинку очень полезно думать в контексте нейронных сетей, как просто трехмерный кубик. Значит, не больше, не меньше. У него есть некоторая длина, есть некоторая ширина, есть глубина. Все, что известно по умолчанию, это то, что глубина равна трем каналам. И все. Значит, дальше, когда мы пропускаем нашу картинку через каждый блок нашей нейронной сети, вот вперед, как бы, в forward pass делаем, да, у нас в качестве промежуточного представления могут быть какие угодно уже по размерам кубики. Они могут быть, не знаю, с меньшей длиной, шириной, могут быть с большей длиной, шириной, у них может быть меньше каналов, у них может быть больше каналов. Это все то, что мы можем контролировать. И это все то, что уже, скажем так, оно, конечно, имеет некоторое интуицию, будет смотреть на нее дальше по курсу, но оно, как бы, так сказать, не так связано с исходным объектом уже, что ли, да, то есть, если у нас в промежуточном представлении будет некоторый кубик, не знаю, размерности совсем не такой, как картинка, то не стоит этому удивляться. Дальше, значит, из параметров еще есть размер ядра, Kernel Size называется, это, собственно, размер сверточного ядра, его длина, его ширина, того окошка, которым мы нашу картинку будем сворачивать. Я пока что не останавливаюсь на том, как именно сверточная работает, но сейчас на гип посмотрим еще. Значит, дальше есть Stride, это шаг того, как бы, с чем мы ходим, с каким шагом ходим, паддинге, то, насколько нам нужно картинку, как бы, добить чем-то снаружи, ну, и там дальше есть режим упадения. Давайте посмотрим, короче, уже на картинках более-менее это, чтобы не быть голослованным и более-менее понять, за что отвечает каждый из параметров. Значит, первое, размер ядра, он бывает, его можно передать двух типов. Его можно сделать либо числом, либо кортежем из двух типов, из двух чисел. Значит, если мы передаем размер ядра числом, например, два, то это по умолчанию значит, что мы хотим использовать квадратное ядро для свертки, у которого размер стороны будет два. Если мы передаем два числа, то значит, что мы хотим использовать прямоугольное ядро, и как бы, мы указываем его высоту и ширину соответственно. значит, на картинке ядро в данном случае это вот эта вот маленькая штучка, которая будет смотреть на нашу картинку и как-то ее сворачивать. Точнее, я вас обманул, это не ядро, конечно, это, значит, на этой картинке синим обозначена как бы исходная картинка, из которой мы будем чего-то сворачивать. Зеленым показана результирующая как бы уже картинка в кавычках, да, ну, картинка в принципе. А ядро здесь имеет размерность 3х3 на этой картинке, и оно двигается с шагом 1, то есть видно, что мы берем вот этот участок 3х3 пикселя, с ядром их складываем, сворачиваем, получаем 1 пиксель вот на верхней картинке, двигаемся вправо, смотрим уже на эти 9 пикселей, все их сворачиваем с нужными весами, то есть складываем, получаем следующий пиксель и так далее. То есть в данном случае из картинки 4х4 при помощи ядра 3х3 с шагом 1 мы получаем картинку 2х2 уже, то есть она становится меньше. Вот, а что еще есть? Есть размер шага, про который я уже говорил, да, это параметр, который называется страйд, это как раз таки параметр, регулирующий то, насколько сильно мы по картинке перемещаемся, то есть если у нас в сравнении с предыдущим примером будет картинка не 4х4, а 5х5, но допустим по каким-то причинам мы обязательно хотим получить на выходе после свертки картинку 2х2. Что мы можем сделать? Мы можем сказать, что давайте мы будем идти свертка не подряд, как бы по всем пикселям нашей картинки, давайте мы чуть более разреженно будем ходить, то есть возьмем левый верхний участок 3х3 пикселя, свернем, получим верхний элемент нашей новой картинки. И дальше пойдем уже с шагом не 1, а 2. Я надеюсь, что у вас анимация хорошо отображается и более-менее видно, что ядро 3х3 по нижней картинке, по синей, ходит уже не с шагом 1, а с шагом 2, но сразу на 2 пикселя перемещается. Ну и дальше также сворачивает, получает новую пиксель в верхней картинке. Дальше, что еще есть? Есть параметр паддинга, который занимается следующим. Часто бывает так, что при операции свертки, ну это просто бывает удобно для наших вычислений, для того, чтобы понять, где какие параметры ставить. Часто бывает так, что для операции свертки удобно картинку добить по краям некоторыми эффективными пикселями, они называются паддингом, для того, чтобы наша свертка, ходя по нашей картинке, пока у нас ядро проходится, она в итоге получила картинку на выходе такого же размера, как была на входе. Обычно паддинг делается, не знаю, нулями, или есть еще способы просто отразить крайние пиксели наружу, не знаю, какие еще бывают, может быть какие-то константные, да, просто границу нашего изображения продублировать на столько, сколько мы хотим за пределы нашего изображения, для того, чтобы просто размеры того, какая картинка получается на выходе из той, которую мы сворачиваем, согласовывали с тем, какие размеры у нас были до этого. Вот, какие-то такие параметры по идее все эти картинки должны были быть на лекции, насколько я понимаю. Были же рассказывали про такие объяснения. Ну, именно такие, по-моему, хотя не, вроде добыл. Вот, это просто очень такие дефолтные картинки, на которые все эти параметры объясняют размер шага, паддинги, размеры ядра, вот, и мне казалось, что либо такие, либо очень похожие какие-то должны были быть, если вам рассказывали про светочные слои, а вам по идее должны были рассказывать про светочные слои, как я понимаю. Так, ну, давайте посмотрим, собственно, на то, как со всем этим более-менее взаимодействовать, как сворачивать картинки и обучим нашу первую светочную нейросеть. То есть, в предыдущем семинаре мы обучали полносвязную нейросеть, сейчас обучим светочную нейросеть. Так, значит, светочную можно получить двумя способами из PyTorch, во-первых, в подмодуле NN есть подмодуль Functional, в котором содержатся разнообразные функции того, что можно применять. вот там есть функция Conf2D. Чаще гораздо пользуются не этим, не этой функцией, чаще пользуются именно классом слоя, который тоже находится в подмодуле NN, но он называется Conf2D, типа вот так вот, по-моему, или маленькая, я не помню. Давайте мы чекнем. Ну, вот так вот. То есть, чаще пользуются вторым вариантом, но, в принципе, первые тоже существуют. То есть, верхняя функция, нижний класс. По названию можно это понять, потому что в Python есть соглашение того, что функции называются snake-кейсом, snake-кейс – это когда у нас все названия с маленькой буквы и слова разделяются нижним подчеркиванием. Camel-кейс – это когда у нас слова пишутся с большой буквы и не разделяются нижним подчеркиванием. В основе экономики должны лежать именно взаимоотношения между людьми. У кого-то микрофон не будет. Мы с этим говорили. Инвалид-синтекс почему? А, потому что я пока разговаривал писал фибрюм. Ну вот, давайте возьмем наше изображение, посмотрим, ну, типа, сделаем из него тензор, да, и посмотрим, что с ним получается. Значит, обычно, вот я уже сказал, да, что с картинкой мы работаем в виде кубика, то есть нужно уже представлять себе картинку не как двумерную структуру, а как трехмерную структуру. В PyTorch мы вообще будем представлять картинки в виде четырехмерной структуры уже. Как эту самую структуру понимать? Ну, и почему вообще так, да, почему четырехмерная структура? Потому что на первой оси обычно пишут размерность батча, с которым мы работаем, то есть если мы как бы за один шаг захватим нейроны сети, подавать на вход, не знаю, 10 картинок, то первой размерностью будет именно число 10, то есть это то, сколько у нас изображений в нашей подвыборке будет существовать. Ну и дальше, собственно, каждый из этих изображений имеет структуру картинки, которая сама по себе является кубиком. То есть не удивляйтесь тому, что мы теперь будем часто работать не с трехмерной структурой, и даже не с двумерной, а с четырехмерной. Понимать ее стоит именно так, что на первой оси, повторюсь, будет находиться всегда число элементов в батче, с которыми мы будем работать. Значит, дальше давайте переставим оси для того, чтобы, как я говорил до этого, следовать более-менее каноничному соглашению по порядку осей. Дальше, после количества элементов в батче, в данном случае один, потому что пока всего одна картинка, будем писать число каналов, которые у нашей картинки есть, в данном случае три, потому что мы ее пока что еще никак не обрабатывали. Ну и дальше высота картинки и ширина. То есть это такой стандартный будет порядок осей, который мы будем стараться сохранять, и именно в таком порядке будем интерпретировать картинки, с которыми мы работаем. Вот, надеюсь, четвертая структура уже никого не будет пугать. Дальше, предлагается взять некоторый фиксированный оператор, который называется оператор Собеля. Мне говорили, что на лекциях даже он у вас был в таком виде, для того, чтобы детектировать горизонтальные границы в изображении. Значит, почему это так работает, откуда вообще взялась эта матрица, и почему мы именно ей хотим детектировать горизонтальные границы? Может быть, кто-то ответит из вас. Почему вот такое сверточное ядро вообще имеет что-то общее с горизонтальными границами на изображении? Как все это связано? У нас вроде только диагональные были, если я не ошибаюсь. Да? Ну, диагональные в смысле, что на диагонали находятся не нулевые числа, а все остальные нулевые или наоборот? именно. На диагонали не нулевые вроде, а вне нулевые. Ну, так тоже можно, и вы, видимо, говорили, что такое ядро детектирует наклонные типа границ. типа того. Здесь подход более-менее такой же, то есть мы как бы сворачивая картинку с вот таким ядром, для каждого небольшого участка, что по сути хотим сделать? Мы хотим для каждого участка посмотреть на то, что, значит, по горизонтали как-то занулить те пиксели, которые были, и, значит, чуть-чуть, значит, ну, типа с отрицательным весом сложить те пиксели, которые выше, с положительным те, которые ниже, да? Для чего это делается? Для того, чтобы те пиксели, которые по разные стороны от границ, которые были на исходном изображении, они и так, скорее всего, имели различные цвета, а мы, складывая их с разными знаками, эти разные цвета еще чуть больше усилим. И то, что получается после свертки, оно будет более контрастно, что ли, в отношении границ объектов, которые у нас получаются. Вот, как предлагается это использовать? Предлагается использовать следующим образом. для того, чтобы использовать ядро, давайте даже вот до того, как я перейду дальше, чуть-чуть промотаю наверх и спрошу вас опять же, какую вообще структуру должно иметь ядро, которое мы хотим применить картинку? Что это за объект такой? Вот если картинка это трехмерный кубик, у которого глубина это количество каналов, ну и длина и ширина как размеры картинки. Что такое ядро? Что это за структура такая? Это матрица, это кубик, это тензор какой-то большемерный? Что это такое вообще? Если вы вдруг умеете отвечать на такой вопрос, то это суперхорошо, это значит, что вы понимаете, что такое сверточное ядро. Если не умеете, то пока что плохо хочется научиться на него отвечать. Понятно вообще вопрос, что я хочу от вас. А ядро это то же самое, что и свертка, или нет? Ядро это то, чем свертка задается. То есть свертка это операция, которая как бы завязана на конкретное ядро. Ядро это то, с помощью чего она вычисляется. То есть вот выше, когда мы говорили, я говорил, что вот kernel size были параметры у класса conf2d, это то, что задает размер ядра, с которым мы сворачиваем картинку. Ответил на вопрос, надеюсь, был. Да. Ну вот вопрос, что такое ядро? Понятно, что это некоторая, скажем так, пространственная структура, но какую она имеет размерность. Вот если картинка это трехмерный кубик, длина, ой, высота, ширина, глубина, глубина 3, то что такое ядро? Это матрица, это вектор, это тоже трехмерный кубик, это еще более сложная какая-то структура. Оно может быть вектором? Хотя, ну типа мы проходим по матрице, что-то делаем и наносим эту матрицу на что-то другое условно. Ну то есть поэлементно умножая на элементы вектора. Ну чтобы, допустим, повысить яркость или что-то типа того. Вектором может быть, но на самом деле ну короче ответ как бы и да и нет. Одновременно я могу объяснить почему. Ты имеешь в виду наверное вот в терминах верхней гифки, которые здесь входят постоянно. Здесь ходит как бы двумерное ядро по нашей картинке, которое складывает пиксели внутри себя, внутри затененной области. Оно и складывает с весами ядра, чтобы получить пиксель в верхней картинке. Ты видимо спрашиваешь, может ли быть так, что у нас ядро нижнее не квадратное, а вытянутое в векторе. Правильно? Да. Да, может быть бруткастингом как-нибудь. Да, нас никто вообще не ограничивает от того, чтобы делать ядро вытянутым, просто поскольку обычно мы заинтересованы в том, чтобы свертка улавливала какую-то пространственную структуру того, с чем мы работаем. Мы все-таки заинтересованы в том, чтобы оно, ну, оно в смысле ядро существовало как-то в плоскости картинки. То есть, ну, как бы, это такая интуиция, не знаю, что ли, да, почему оно такое. Другое дело, что действительно бывают одномерные свертки, которые применяются правда не к картинкам, а к текстовым данным. Если мы будем с ними, ну, мы будем с ними потом работать, мы с этим столкнемся, но, как бы, просто такой очень короткий комментарий в том, что если мы работаем с текстовыми данными, то они, в отличие от картинок, имеют не пространственную структуру, а линейную структуру. Да, у нас у текста есть конкретный порядок, какое слово стоит до, какое слово стоит после. И там применяются свертки одномерные, о которых ты говоришь. Вот, именно в контекстах скорее применяются обычно двумерные, поэтому слой называется CONF2D. То есть, понятно, что по аналогии с ним есть, конечно же, CONF1D, есть CONF3D, но мы про них пока не говорим, говорим именно про 2D. Тогда получается, что в нашем случае, ну, типа нам же нужно каждый цвет как-то свернуть или наоборот использовать на сверну. Я не знаю, как это правильно будет сказать. Ну, то есть, у нас есть красный, какой там, синий и зеленый. Мы должны, ну, по сути, каждую часть обработать. То есть, у нас трехмерный, получается, тоже трехмерный объект, и, ну, который имеет там квадратную матрицу внутри каждого из размерностей. Внутри красного, внутри зеленого и внутри синего. Да, ты все абсолютно правильно говоришь, что, по сути, вот здесь вот на гифке у нас очень упрощенная структура, да, у нас картинка изображается двумерной, хотя я вот, как бы, с вами договорился уже, что картинка – это кубик на самом деле. Вот. И, грубо говоря, можно подумать так, что вот эта картинка с гифки – это один из слоев нашего изображения. То есть, как будто бы это только слой синего цвета или только слой красного цвета. И действительно, по каждому слою должна проходиться двумерная матрица ядра, которая вот эта вот 3х3 здесь обозначается тенью. Другое дело, что, поскольку у нас все-таки исходно в картинке слоя 3, то и ядро на самом деле оно тоже трехмерное. То есть, ядро, оно существует, оно имеет такую же структуру, такой же размерности, как и текущее изображение, с которым мы работаем. То есть, если изображение у нас трехканальное, красный, синий, зеленый, то и ядро у нас будет иметь размерность по высоте и ширине такую, как мы скажем, допустим, 3х3 или 2х2, а по глубине оно обязано быть таким же, как изображение. То есть, в случае с трехканальным изображением оно тоже должно быть трехканальным. Ну, чтобы получить как раз то, о чем ты говоришь, чтобы, по сути, для каждого цветового слоя изображения у нас есть своя маточка ядра, просто они все вместе складываются. То есть, если у нас ядро 3х3 по высоте и ширине, и мы применяем его к картинке трехканальной, то у него параметров на самом деле не 9, потому что 3х3, у него параметров 27, потому что для каждого из слоев есть своя маточка 3х3. Я надеюсь, что более-менее ясно, что я говорю. Я неспроста остановился именно на этой части, когда про это спросил, потому что здесь ровно это и делается. Чтобы начать в коде со всем этим взаимодействием, я хотел с вами на словах это все обсудить, чтобы убедиться, что всем окей. Значит, что предлагается сделать? Предлагается взять вот такой оператор, про который мы уже поговорили, который предположительно должен выделять горизонтальные границы на изображение. Почему? Я уже сказал, потому что он берет, скажем так, можно мысленно приложить вот такую матрицу к какому-то месту картинки, где есть горизонтальная граница, тогда на нее наложатся нули, на то, что сверху от нее будет с отрицательными весами, то, что снизу будет с положительными весами, в итоге полученный пиксель будет иметь большую яркость, если цвета снизу границы и сверху границы сильно отличаются. Вот и все. Предлагается из такой матрицы сделать ядро. Ядро, оно будет уже не матричкой, которая плоская, предлагается из него сделать уже полноценную структуру, которая будет четырехмерной. Откуда здесь четырехмерная структура? Здесь в качестве комментария написано, но я лишний раз скажу. Первая эффективная размерность, она у нас пока что один, она возникает как раз таки из размера батча. В данном случае мы работаем только с одной картинкой, поэтому мы просто пока что спауним эффективную размерность, чтобы привыкать к четверхмерной структуре картинок и ядер, которые к ним применяются. Дальше, откуда берутся еще три размерности. Две последние размерности, это размеры нашего ядра, три на три, которые мы сказали. Эта размерность, еще одна, это, собственно, количество каналов в нашей картинке. Как я уже сказал, если наша картинка это кубик в пространстве, у которого глубина три, количество каналов в картинке, то ядро должно иметь точно такую же глубину, чтобы мы могли его наложить на нашу картинку и потихонечку перемещать. То есть мы сворачиваем параллелепипедную структуру, получается. Мы один параллелепипед, который называется ядро, вставляем в параллелепипед, который называется картинка, и все, что внутри этого вставленного параллелепипеда, мы складываем с весами клеточек ядра. Надеюсь, понятно, по-люминии, что я говорю. Если вдруг нет, если есть какие-то вопросы, можете меня смело перебивать. Так, ну вот, что можно сделать? Можно воспользоваться стандартной функцией из PayTorch, которая называется Conf2D, передать ей в виде тензора нашу картинку. Мы специально подготовили ее в нужном формате, который нужен для этой функции. Давайте посмотрим, да, что он нам говорит. Говорит, что, ну, ладно, здесь не то, чтобы суперхорошо видно, но он говорит, что input у нас должен быть следующей размерности. по первой оси стоит размер мини-батча, то, что я говорил, да, по второй оси стоит количество каналов, по третьей и четвертым осям стоит высота и ширина изображения. Это ровно тот вид, в котором мы картинку нашу подготовили. аналогично можно прочитать документацию про размер ядра, который здесь есть и увидеть, что мы тоже не просто так подготовили ядро в виде, в котором надо. Ну вот, можно свернуть нашу картинку с нашим ядром при помощи функции CONS2D ну и посмотреть, что получится. Значит, для того, чтобы посмотреть, что получится, нужно обратно как бы перегруппировать в оси, потому что PLT имшоу должен воспринимать картинку в другом порядке осей, как бы потому что существует такая путаница, как бы это не наша вина, это вот просто те, кто реализовывали библиотеку Matplotlib и те, кто реализовывали всякие тензорные штуки, для них было удобно в разном порядке перечислять все эти оси, поэтому мы обратно перестали чтобы нарисовать. Ну и что видим? Видим, что на нарисованной картинке у нас там как-то худо-бедно повыделялись некоторые контуры, которые есть на изображении, а все остальное оно более-менее стерлось, смазывалось. То есть там, где была более-менее равномерная структура на исходной картинке, там она стала как бы еще более гомогенный, а там, где были какие-то контуры, там они стали чуть-чуть появляться. То же самое можно сделать с вертикальными границами, проделать такую же процедуру, я тут уже особо подробно не буду останавливаться, но вот можно посмотреть, давайте чуть изменим масштаб, чтобы можно было на обе картинки сразу смотреть. Ну вот я надеюсь, вам видно, что на верхней картинке чуть более яркие получаются, скажем, горизонтальные направления, то есть на маленьких штучках, которые вот здесь на крыльях у бабочки, видно, что горизонтальные более яркие, чем вертикальные, но и в целом вдоль крыльев у нее более яркие получаются контуры. На нижней штуке, если мы сворачиваем все с вертикальным оператором Собеля, получаются наоборот более яркие вертикальные контуры. Вот такая простая демонстрация того, как работают свертки, и что все, что мы рассказываем здесь про какие-то складывания пикселей, все это не просто так. Значит, вообще, по идее, даже на лекции вам должны были, ну вот можно еще сложить два изображения и получить как бы усредненную картинку двух изображений, на которой и горизонтальные штуки, и вертикальные более-менее хорошо показываются. Почему мы квадраты взяли? Вопрос хороший. Слушай, это вот почему-то автор ноутбука так сделал, я, к сожалению, не знаю, почему он усреднял именно корень из суммы квадратов, но буду чуть позже подумать об этом. То есть, мне кажется, что если просто сложить и раз пополаме, то, наверное, тоже должно получиться более-менее окей. Нет, кстати, не получается, да? Слушай, я потом подумаю и дам более четкий ответ, почему так. Вопрос хороший. Вот. Так, что я хотел сказать? А, значит, с помощью сверток раньше вообще делали очень многие штуки, особенно в контексте обработки изображений, типа размытия, наоборот, повышения резкости или что-нибудь такое, оно все как бы делалось, ну, и делается сейчас, наверное, очень часто при помощи всяких вот таких вот инструментов, до того, как появились всякие фильтры в Инстаграме и в Snapchat, скажем так. Так, здесь предлагается сделать такое небольшое мини-задание с тем, чтобы свернуть, значит, картинку со случайным фильтром, ну, со случайным ядром. Ну, не знаю, можно, конечно, давайте, чтобы сильно долго не задерживаться. Просто сделаем какое-нибудь случайное ядро и с ним свернем нашу картинку. We should have at least видимо сейчас. Почему? Делать нормальный 8. Ну вот, получилось какое-то случайное сворачивание нашей картинки. Если мы ядро иницирируем простое, как случайное. в принципе ничего такого суперидейного нету, просто потренироваться сделать свертку с каким-то, с каким угодно ядром. Вот, те, значит, примеры, которые мы сейчас рассматривали, они скорее для того, чтобы понять, что такое свертка есть, а не для того, чтобы понять, как это устроено именно в контексте нейронных сетей, потому что оно работает там немножко по-другому. сейчас посмотрим, собственно говоря, как. Предлагается делать следующую вещь. Предлагается два раза решить сейчас одну и ту же задачу. Один раз с помощью полносвязанных нейронных сетей, другой раз с помощью сверточных нейронных сетей. Давайте я сразу покажу штучку с решением, чтобы сильно много времени не терять и не задерживать вас. Значит, что предлагается делать? Предлагается взять Мнист, наш дейтасет, который суперпростой, с изображениями цифр. И вот первый раз сделать архитектуру, как мы делали в предыдущем мотбуке, то есть сделать полно связанную сеть, которая будет решать задачу классификации этих цифр. Второй раз сделать уже сверточную нейросеть и посмотреть на то, как у них отличается количество параметров и качество классификации. Первое. Здесь я подробно пока что не останавливаюсь, потому что это дублирование материала с первого семинара. То есть делаем просто нейронную сеть, которая из двух полнообразных слоев с нелинейной активацией, сначала вытягивание, потом классификация на 10 чисел, то есть на 10 классов. Запускаем обучение нашей модели. Тренировочный цикл здесь написан точно так же, как в первом семинаре, который я показывал в самом конце, последний человек первого семинара. Поэтому опять же я на нем не останавливаюсь, кроме того, что здесь не используется логирование в waiting biases, а используется логирование просто принтами. Ну вот, как-то у нас сеть обучается, значит, каждая полосочка это каждая эпоха, ну и считается лосс на валидационной части дейтасета. Даже тут помню, не валидационная. Нет, ладно, валидационная. Ну вот, видно, да, что экироси растет потихонечку. Можно сюда посмотреть. А можно спросить, в 34 ячейке что делается? 34 ячейки. Вот это? Ага. Значит, это создается специальный набор трансформаций для того, чтобы как-то предобработать наши картинки. Значит, первое, что делается, это делается преобразование в тензор, потому что по умолчанию, по-моему, манистовские картинки, они скачиваются и подгружаются в виде нампай-рэев, поэтому как бы мы можем передать дейтасетам места, параметры, в которых мы скажем, что сделать нужно с картинками, именно с тензорами картинок, перед тем, как нам их отдавать. Ну и вот, поскольку мы будем обучать все именно в PyTorch, то хочется сделать сначала преобразование в пайторчевские тензоры, чтобы мы с ними дальше работали. Потом происходит просто нормализация слоев, нормализация картинок. яркости наших пикселей, они просто чуть-чуть перенормируются для того, чтобы было чуть более устойчивое обучение. Мы про трансформацию картинок будем еще чуть подробнее позже говорить, когда уже чуть более, скажем так, содержательными картинками будем говорить. Пока что я особо сильно не останавливаюсь на этом, но это, скажем так, этапы предобработки данных, которые можно передать дейтасетом, если такое откатить. Так, ну вот, пообучали 10 эпох нашу полносвязную сеть. Давайте я сверну выход, чтобы не листать кучу лет. Ну и давайте посмотрим на то, какие получаются метрики на выходе. выходе. Что же такое? Я все промотываю. Значит, полносвязная сеть, она за 10 эпох смогла дать нам accuracy типа 92,5%. Ну, окей, это какая-то accuracy. Давайте теперь сделаем следующее. Давайте сделаем архитектуру с сверточными нейронными сетями. Фу, со сверточными слоями для нашей нейросети. Так, у нас более-менее кончилось время семинара. Давайте я сейчас чуть-чуть задержу. Буквально, я думаю, за 10 минут мы успеем. Если кому-то нужно идти, можете потом досмотреть записи. Остальные могут быстренько дослушать, и мы закончим с этим материалом. Давайте разберемся с тем, что предлагается сделать в качестве архитектуры сети. Первое. Мы работаем с довольно простыми изображениями. Как я уже говорил, картинки вместе одноканальные. Они не кодируются в RGB, они просто кодируются яркостью каждого пикселя. Поэтому количество входных каналов в каждой картинке, с которыми работаем, один. Дальше. Количество выходных каналов. Как понять, сколько нам нужно сделать каналов на выход из некоторого сверточного слоя? Ну, правильного ответа здесь нет никакого. Можно поставить 10, можно поставить 5, можно поставить 2, можно поставить 100, что угодно можно поставить. 10 выбирается более-менее просто так, скажем. Дальше. Размеры ядра. Как я уже говорил выше, когда мы разбирали параметры вот этого самого слоя conf2d, размеры ядра можно передавать разными способами. Можно передавать просто числом, тогда у нас будет ядро 5 на 5 и глубина у него будет как у изображения, то есть в данном случае глубина будет 1. Можно передавать кортеж из двух чисел, тогда у него годы нам, тогда у него параметры высоты и ширины у ядра будут тем, что мы передаем. В данном случае 5 на 3, допустим. Ну, вот нам предлагается использовать как бы из-лайн архитектуру, которой ядро будет квадратным, размеры 5 на 5. Что происходит дальше? Дальше происходит нелинейная активация, которую нужно применять после сверточного слоя, после этого происходит пуллинг, опять же, на лекциях по идее был, хотя мы пока что в семинаре про него не говорили, что делает пуллинг, особенно Max Pool, пуллинг бывает разный, самый базовый это Max Pooling. Max Pooling в окошке размера 4 на 4 в данном случае берет и возвращает нам только максимальный по яркости пиксель, который есть. Это такая операция для того, чтобы сильно-сильно уменьшить размеры пространства, с которым мы работаем. То есть, грубо говоря, мы сильно понижаем размерность картинки, которая у нас есть. Почему картинка уменьшается в 4 раза? Потому что по умолчанию пуллинг прикладывается друг к другу. То есть, он, не знаю, сначала окошко пуллинга прикладывается к верхнему углу, и потом по умолчанию у него шаг не один, а шаг целиком в свое окошко. И мы таким окошком 4 на 4 ходим по нашей картинке, и в каждом окне 4 на 4 берем только максимальный пиксель, который получается. Вот такой есть подход. Помогает чуть-чуть уменьшить размер наших данных, чтобы чуть-чуть меньше считать, но более-менее основную структуру картинки сохранять. просто по сути понижение немножко разрешения. Дальше, после применения свертки и уменьшения картинки при помощи пулинга предлагается сделать более-менее то же самое, что есть у нас в предыдущей сетке. Предлагается ее вытянуть полученную картинку, полученную в представлении. Предлагается вытянуть ее в один единый вектор и вот здесь нам нужно смочь посчитать какого размера получается картинка на выходе этого слоя флэтона. Как это сделать? Вот смотрите, исходно здесь в комментариях более-менее написано, я все равно объясню, исходно картинка была 28 на 28 с одним каналом. Мы применили свертку такую, что каналов стало не 1, а 10 и вопрос каким стал размер изображения. Размер изображения стал чуть-чуть меньше на самом деле, уже не 28 на 28. Он стал меньше, потому что мы не делали никаких паддингов к нашей картинке, а мы прикладывали просто ядро 5 на 5 с шагом 1 по умолчанию. Насколько он стал меньше, можно прикинуть. Он стал меньше на 28 минус 5 плюс 1. Откуда так? Потому что у нас была для нашей рейтан 28, у нас ядро умещается не полное количество раз, а одного раза нам не хватает. Поэтому на входе в слой макс пулинга картинка стала размером 24 на 24, но с 10 каналами сразу. То есть глубина у нашего кубика промежуточного 10. После этого мы применяем макс пулинг. Макс пулинг влияет только на длину и ширину нашего промежуточного представления, которое у нас получается. А что держим в голове, что глубина у нас 10, была высота и ширина 24, делим на 4, получается, что по 6 с каждой стороны получается. Ну вот отсюда и берется вот такая вот размеров. Если помните, на прошлом семинаре я говорил, что часто можно встретить, что параметры слоев нейронной сети пишут вот таким вот образом, типа 6 умножить на 6 умножить на 10. Понятно, что это легко посчитать, типа написать все 360, но обычно, когда вы пишете код, вы все вот эти комментарии не пишете, а пишете просто какой-то набор параметров. Ну, обычно завязан, конечно, не на абсолютной константы, на какие-то переменные, но не суть. Удобно, короче говоря, писать параметры в виде арифметических операций от некоторых переменных, которые являются параметрами ваших картинок или параметрами ваших слоев, для того, чтобы и вам самим, и кому-то другому код был гораздо более читаемый и было понятно, откуда здесь берется 360. То есть, если просто писать 360, то человек будет смотреть, конечно, и понимать, что ага, у тебя здесь была сверка, у тебя здесь был пулинг, у тебя здесь был флэттен, у тебя там как-то уменьшились размеры картинки, но ему нужно будет проделать все эти операции вычисления заново и поверить вам, что здесь действительно должно получиться 360. Если написать здесь 6 на 6 на 10, то хотя бы чуть-чуть более понятно будет. Ну и вот, последний слой, он работает из пространства размера 128, как и в предыдущей сети в пространство размерности 10. Точно так же, чтобы сделать в итоге классификацию на 10 классов. Надо было запустить все это обучение, пока я вам все это рассказывал. Можешь пока спросить? Да, да, да. А вот перенос художественного стиля на фотографии это просто свертки или еще что-то добавляют? Не совсем просто свертки. Мы, кажется, будем рассматривать примеры с тем, как это работает. Там чуть-чуть более сложное наслоение на то, как именно использовать свертки, но они являются некоторым ключевым моментом. Скажем так, то, чем мы занимаемся сейчас, первые пару занятий, мы рассматриваем базовые примеры слоев, которые бывают в нейронных сетях, и учимся понимать, почему эти слои работают каким-то определенным образом. Учимся понимать интуицию за ними, учимся просто смотреть их трофейсы, то, сколько там у них параметров, какие они у них есть, ну и почему они работают некоторым способом. Дальше, используя все эти слои, ну и какие-то новые, мы будем строить более сложные архитектуры именно специфическим образом, скажем, иногда простраивая соотношение всех промежутных размеров, которые получаются у нас по ходу дела, для того, чтобы получать решение некоторых специфических задач. Вот чем будем заниматься в курсе. И там в частности кажется, мы будем рассматривать перенос стиле в том числе. Ну или хотя бы упоминать про него, как он решается, когда это уже будет более-менее понятно. Понял, спасибо. Так, пока обучается наша нейронная сеть со сверточным слоем, я скажу следующее. Значит, на что стоит обратить внимание здесь? Стоит обратить внимание на количество параметров, которые у нас были в верхней сети, то есть в обычной полносвязной и в сверточной, которая у нас ниже получается. Давайте прикинем, сколько у нас параметров в этой верхней сети. Как минимум, у нас есть линейный слой размерности 784 на 128. То есть, если мы хотим посчитать количество параметров, то надо сделать так. Есть еще один слой размерности 128 на 10. У него тоже столько параметров. Это то, сколько у нас у... Ага, не посчитаю, потому что у меня все обучается. ладно. Дальше. Пока обучается следующая сеть, давайте прикинем у второй из нашей сети количество параметров. Во-первых, у нее есть, опять же, линейный слой размерности уже такой вот, чуть более маленький, как можно заметить. У нас получается 360 на 128 плюс, ну, опять же, как в верхней сети есть тоже 108 на 10 параметров в последнем слое. Но у нижней сети есть, конечно же, еще слой сверточный, в котором параметров сколько? то есть, как по все количеству параметров в линейном слое более-менее понятно. Ну, 25 если да, ты все правильно говоришь, потому что у нас ядро размера 5х5, да, и таких ядер 10, то есть, потому что мы получаем на выход 10 каналов, нам по сути нужно 10 раз приложить 10 разных ядер размера 5х5 и глубины 1 для того, чтобы посчитать выход нашей сети. Так, а если бы, допустим, было бы все то же самое, размер ядер бы был 5х5, количество выходных каналов было бы 10, а количество входных каналов картинки было бы, допустим, 3, если бы у нас была трехканальная картинка. Сколько было бы параметров такого слоя? Ну, их произведения. Нет? Их произведения. Да, все правильно. То есть 5х5, на 10х3. Потому что каждое ядро было бы 5х5, на 3, и их нужно было бы 10 штук разных приложить, чтобы получить 10 разных каналов на выход. У нас разве не одно ядро? Для каждого канала это понятно, но зачем нам 10 одинаковых ядер? У нас же по сути одно ядро, и оно применяется ко всем 10 каналам или нет? Оно применяется ко всем входным каналам, но короче на выход получается сейчас, если на выходе у нас 10 разных каналов получается, то мы хотим наверное с 10 разными ядрами сложить, потому что иначе мы получим 10 одинаковых каналов потому что если они все будут одинаковыми, нам толку от них от одинаковых нет, зачем нам их пересчитывать, если мы могли их не пересчитывать. Так, вот у нас дообучалась тут моделька, получилось, что сверточная нейросеть дала нам качество похуже, пока что, да, она дала accuracy 0,87 по сравнению с accuracy 0,92,5 у полно связанной сети, при этом количество параметров у нас плюс сколько там у нас было 5 на 5 на 10, мы посчитали, да, количество параметров у нас уменьшилось и увеличилось, все, все, видим, количество параметров уменьшилось в два раза, то есть мы получили просадку по качеству на 5 процентов за счет того, что мы в два раза уменьшили количество параметров, В принципе, нехорошо, неплохо пока что. Хочется, наверное, получить качество побольше и параметр поменьше. Но для того, чтобы это сделать, я сейчас уже не буду вас совсем задерживать. Есть второе задание. Тут буквально осталась одна ячейка, не больше, не меньше. Ее просто надо запустить и обучить. Это даже не задание, это просто запустить ячейки. В котором обучается чуть-чуть с другими параметрами. Это тоже сверточная нейросеть уже с использованием сверточных слоев, в которой и меньше параметров получится, и качество классификации получится повыше. То есть видно, что здесь чуть более громоздкая структура получается. Но само качество классификации получится повыше. Просто нужно будет подольше подождать на обучении. Оно сейчас, к сожалению, уже не успеет до конца нашего семинара обучиться. Но все остальное мы с вами уже посмотрели. Надеюсь, самое главное, что нужно было вынести из этого семинара, то, как работает свертка и почему она работает именно так. Еще раз после лекции разобрать, что к чему вообще. Надеюсь, это более-менее понятно. И если есть какие-то вопросы, как всегда, можете в чатик писать. И, наверное, на сегодня все. Посмотрели базовый пример того, как работать с изображениями. Ну и да, нужно свыкнуться с тем, что мы будем часто работать с четырехмерными конструкциями. И от этого не убежать. Вот, наверное, у меня более-менее все. Там сетка потихонечку обучается. Кстати, уже видно, что за одну эпоху получилось довольно высокое качество. 0.91 в аккурате. То есть в случае с полносвязной сети у нас было 0.92 за 10 эпоху. А тут уже вот 0.91. Ну, кстати, вот даже уже побили качество полносвязной сети. При этом, что здесь у нас свертка пулинг, свертка пулинг, ну и потом небольшие линейные слои на конце. Все. На сегодня все. Спасибо за семинар. Спасибо. Пока-пока. Поздравляю. Поздравляю. Пока-пока. Поздравляю. Пока-пока. Продолжение следует...